Всем здравствуйте! С вами на связи Елена Манутиаду. Я приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу приглашать вашему вниманию расклад на тему, на что нужно обратить внимание сейчас. Как уже несколько раскладов в очереди, и это тоже мне предложила тату, и последующие еще очень много будут предложены именно этим человеком. Я благодарю за идеи. Напоминаю вам, что в этот четверг, послезавтра, я проведу прямой эфир на YouTube 21 по Москве. Приглашаю вас в этот эфир, как обычно, моя любимая болталка, где я отвечу вам на ваши вопросы, да, мы побеседуем, но не при помощи второго. Итак, у нас три позиции. Красная, зеленая и голубенькая. Первая, вторая и третья позиция. Да, подтверждает. С улицы. Три раза меняла колоду для того, чтобы все-таки определиться на какой, и решила, что это будет Таро Шамана. Так. Видно? Надеюсь. Итак, позиция номер один. Красненький камешек. На что вам нужно обратить внимание прямо сейчас? На какие-то ваши ожидания? На то, что какое-то определенное время, я не могу сказать, что какое именно, но это достаточно большое, долгое время вы во что-то вкладывались, к чему-то прикладывали усилия, и здесь какой-то момент, как будто вы уже и руки опустились, вы не верите в результат, либо не получали долгое время результат. И здесь карта вам говорит о том, что вам нужно просто переключиться. Переключиться, то есть все, что вы могли сделать, вы уже сделали, здесь нужно немножко отдохнуть, то есть переключиться на что-то другое, а не ожидать результата. Потому что вы уже, такое ощущение, как будто вы на грани срыва, да, вы готовы уже все бросить. Здесь вопрос не в том, что нету результата, потому что что-то вы сделали не так. Здесь вопрос времени, здесь просто нужно подождать. Здесь карты также вам говорят о том, что, знаете, вот вам не хватает действительно какого-то отдыха, восстановления. Восстановление, исцеление, возможно, вам нужна помощь друга. Здесь вот как-то больше моральная, здесь проходит усталость, именно психологическая какая-то. Да, процесс запущен, и здесь нужно просто подождать, когда подойдет вот прям подходящее время. Но не просто сидеть в ожидании результата, а именно переключиться. Порой отдыхать тоже очень полезно. Здесь вам нужно обратить внимание также на ваших друзей, возможно, да, на коммуникацию, на общение. Есть какие-то моменты, которые вам пока непонятны, пока вам неизвестны. Да, здесь вот что-то такое непроясненное. То есть в то время, пока вы будете ждать, желательно, чтобы вы как-то общались с другими людьми. Либо вам не хватает какой-то информации, которую вы можете получить от других людей. Причем оттуда, откуда вы, как правило, либо не просили о помощи, либо вы не ждали помощи. То есть здесь люди, у которых другие взгляды на мир, не такие, как у вас. Здесь как-то могут именно они поспособствовать, да. Может быть, для кого-то это будут дальние родственники, для кого-то, может быть, соседи. Но здесь однозначно помощь, здесь просто нужен новый взгляд. Вы смотрите на ситуацию с замыленными какими-то глазами. Здесь нужен чистый, свежий взгляд на ту ситуацию, которая вас волнует и на которую необходимо обратить внимание. На что еще нужно обратить внимание? Сейчас я посмотрю на другой колоде. Здесь, знаете, идет вот какая-то конфликтность, все равно непосредственно связанная с вашим развитием, да. С вашим желанием как-то продвигаться. Вот не идет больше здесь профессиональная сфера, реализация в профессиональной сфере. Либо в развитии духовном, да, где вы находитесь. Здесь, с чем связана конфликтность? Знаете, вот у вас просто может быть одержимость, такая некая желание, да, получить результат любой ценой, да. Просто потому что то, что вы делали, столько ресурсов, что вы вложили в это, уже, ну, как будто бы нету, не хотели бы вот как-то все это отпускать на самотек. То есть, хотите реализовать, я не знаю, что здесь такого важного, да, во что вы вкладывались, но здесь вот именно тот путь, который вы выбрали и уже сделали первый шаг и получаете, возможно, какие-то результаты. Может быть, какие-то знаки, да, но то, что происходит за вашей спиной, да, вот какие-то слухи, какие-то ссоры, разговоры, они, может быть, не очень приятные. Может быть, внутри вас какая-то борьба. Вот это, знаете, связано с какой-то ценностью вас, да, то, что для вас очень важно, для вас очень значимо. Здесь такое ощущение, что как будто бы у вас нету поддержки, что тот путь, который вы выбрали, вы как будто бы идете в одиночку и сражаетесь в одиночку, вам не хватает поддержки. И вот здесь вот не то, что сомнения пошли, а здесь вот именно на вашем пути как будто бы, вот если бы кто-то вам помог, да, вы бы достигли цели намного быстрее. Вот здесь вы свой путь проламливаете, вот именно, как-то, знаете, силой берете, что ли, терпением. Здесь идет такое, что то, что вы хотите достичь, то, чего вы хотите достичь, как-то вот встречаете какое-то сопротивление. И вы не можете понять, почему, вроде бы и путь ваш правильный, вы понимаете, что вы идете правильным путем, но вот очень много какого-то напряжения, сопротивления, такое ощущение, что вот все против вас. Вот вы идете не с попутным ветром, а здесь идет, как будто бы идете против ветра, но вы четко знаете и понимаете, что вы идете в правильном направлении. Почему у вас вот такие сложности сталкиваются? Знаете, как-то... И вот здесь сложности, скорее всего, связаны с вашими ресурсами, что вы уже истощены. Вот я не зря сказала в самом начале, что вам здесь идет момент исцеления, да, вам не хватает какого-то отдыха. Но здесь вот психологически, психологическая обустошенность идет. Здесь вы как будто бы беретесь за... И это попробовали, и это попробовали, и все попробовали, и здесь как будто бы ничего не получается. И вот нужно действительно отдохнуть, да. Здесь вот как будто бы терпения не хватает уже, да, вы уже на пределе. Вы истощены здесь, поэтому даже если бы и хотели бы, то вы результата пока не получите. Здесь вам нужно обратить именно на состояние своей души. И вы очень много, как будто бы, знаете, копаетесь. Если вы закрылись в себе, идет какая-то временная остановка, вы закрылись, что-то анализируете. Может быть, анализируете то, что что-то пошло не так, да. Анализируете то, что... Вам кажется, что, может быть, вы где-то подустали. А в чем проблема? Вот здесь вот проблема, знаете, вот скорее всего в вашем состоянии, да, в вашем эмоциональном состоянии. Вы одолелись, одолелись, но подумайте, может быть, слишком где-то подзависли вот в этих раздумьях, да, какой путь выбрать. Почему-то вот здесь есть такое, вот здесь даже, еще раз скажу, здесь не сомнение. А здесь вот как будто бы... Вот сложности какие-то у вас на этом пути. Что вам говорят? Шесть силы. Вам говорят о том, что когда вы закладывали фундамент в том, что вы хотите реализовать, у вас было определенное мировоззрение. И здесь было очень много правил. В процессе, возможно, потому что этот процесс, этот путь, он был не коротким. Здесь, возможно, произошли изменения. Здесь произошли какие-то изменения. И сейчас вот вы поэтому как-то переживаете, начали переживать и волноваться. Потому что появились какие-то новые аспекты, либо которые вы их не просчитывали, либо здесь очень много неизвестных. Очень много неизвестных. Что по Луне, что по Верховной Жрице. Да, здесь какая-то вот остановка, какая-то тайна. Что же вам нужно сделать вот в этой ситуации? Если выпадает карта завершенности, да, возможно, действительно нужно взять какую-то паузу и немножко отдохнуть. Отдохнуть не означает, что вам нужно как-то бездействовать. Здесь вопрос вот именно в этой ситуации сейчас не самый момент, то, что вы хотите решить, да, не самый подходящий момент для действий. Здесь наоборот, вот как-то здесь ощущение, что вам уже влияет как-то на психосоматику. Что здесь вы уже немножечко как будто бы болезнь. Вот я чувствую, что здесь какая-то вот болезнь, усталость, очень сильная усталость. Вам нужно как будто бы отойти от дел на какое-то время и опять исцеление. Знаете, вот вам уже знаки от высших сил идут о том, что вам нужно исцелиться. Вам нужно отдыхать, отдыхать морально. Может быть, кому-то даже поехать на море, на воду, в ванны принимать, в спа сходить. Как-то вот повзойдет. Вот здесь вот очищение должно произойти. Здесь нужно, да, что вот вы как-то внутри себя успокоились, сами с собой договорились. Здесь вот прям такое ощущение, что вы себя накрутили. Вот мне прям, знаете, вот я вот прям не вижу, да, у меня такой вот туман перед глазами. Вы реально не видите пути сейчас. И вот здесь вот такое ощущение, так хочется сказать, да, утро вечера мудренее. Оставьте, оставьте эту ситуацию, займитесь тем, чем-то другим, чем-то, что у вас будет воодушевлять, что вас как-то вот напомнит, да, то, что вас порадует. Вот может быть, может быть, кому-то действительно не мешало бы сделать чистки тела, но здесь вот физически, да, но здесь вот как-то внутри вас идет вот какая-то смута, какое-то разногласие с самим собой. Так, ну вот, тогда что же вам нужно знать, ну, давайте еще раз спрошу. Ну, вот здесь вот опять, знаете, как будто бы идет то, что вам нужно сфокусироваться на какой-то помощи. Здесь не хватает вот вам, не хватает для реализации вот того, что вы задумали, не хватает какого-то пазла. Вот вам нужно сначала себя как-то собрать, а потом уже задача будет как-то решаться. Вам не хватает, вот знаете, внешний мир отображает ваше внутреннее состояние. Вам не хватает чего-то, да, внутри вот какого-то пазла, какого-то понимания. И внешний мир, он вам, это как раз-таки и отражает сейчас, да, на данный момент. Как ни пути не отражается, но у меня дух. Отражает как раз-таки вот этот вот недостаток, да, то, что вот вы не видите какой-то, какой-то нюанс. Что это за нюанс? Здесь, здесь страхи выпадают, страхи. Да, выпали абсолютно все карты страхов, что вы не видите. Но вы не видите реализации на данный момент. Почему? Потому что вам как-то ваши страхи перекрывают. Перекрывают то, что вы должны увидеть. Поэтому по первой позиции я не буду больше рассматривать, потому что я реально, знаете, как ежик в тумане, ничего абсолютно не вижу сейчас. Как ни странно. То есть, знаете, вот это вот ваше состояние, что я не вижу. Чего-то вы не видите. Поэтому здесь давайте мы сделаем так, что вы немножечко отдохнете, потому что, возможно, вам нужно и обратить внимание на отдых. Ну, в данный момент. Так, сейчас я это ототвину, но потому что она начинает длинить уже не на меня. Нет, мне очень нравится. Хорошо. И мы с вами переходим к позиции номер два. На что вам, на что вам нужно обратить внимание сейчас? На что вам нужно обратить внимание сейчас? Прямо брала совсем, потому что слишком она раздомилась. Прямо я не знаю, что-то у меня сейчас какие-то вот все позиции такие бездейственные. Да, здесь вы тоже не действуете, да, двоечки, потому что стоите перед каким-то... Прошу прощения, но вот... Что-то дымит она меня, и мне это не нравится. Отвлекает, отвлекает им, реально. Здесь вы стоите перед каким-то выбором. Здесь какая-то остановка, да. Понимаете, здесь вам нужно обратить внимание на нечто новое, что должно войти в вашу жизнь, но вы вместо того, чтобы сфокусироваться на этом новом, вы занимаетесь какими-то другими делами, отвлекаетесь. Прямо, знаете, ну вот вы знаете, с чем вам нужно заняться. Это занятие, оно связано как-то с выбором. Вам нужно сесть и разобраться в себе, что-то вот выбрать. Что-то выбрать. Знаете, вы как будто такое ощущение, что вам нужно выбрать себя, да, выбрать то, что вы хотите, то, что вам нравится. Как-то выбрать реализации ваших идей, ваших намерений, но вы на данный момент не делаете это. Вы этим не занимаетесь. Хорошо. Давайте еще я посмотрю, на что вам нужно обратить внимание. Ну здесь, так, что происходит сегодня? Что-то какие-то все позиции упаческие. У двоечек что происходит? Какое-то разочарование переживаете вы о каких-то потерях, утратах. Возможно, здесь финансовая как-то составляющая проигрывает, да. Проблемы здесь какие-то у вас с финансами, возможно, со здоровьем тоже есть какие-то проблемы. Что-то вы переживаете за что-то, на что-то надеялись, возможно, а теперь вот как-то огорчаетесь, что не пошло так, как вы хотели, да. Может быть, здесь какая-то сделка не сложилась. Может быть, здесь как-то вот с финансами. О, Боже мой, что-то здесь у двойки вообще как-то вы переживаете очень сильно. То ли у вас обязанности какие-то есть, вы не можете пойти. Может, куда-то хотели поехать, собирались поехать, и как-то не получилось. Но здесь вот проблема прям, прям, знаете, слезы льете. Трудно, сложно как-то вот пойти в новое. Почему? Информации, может быть, не хватает, да. Информации не хватает. Кому-то не хватает денег, да. Кому-то не хватает проблемы, да, могут быть финансовые. Кто-то здесь чувствует себя неуверенным. Здесь могут происходить какие-то конфликты и ссоры, и ощущение, что прям ваша самооценка упала, и сбросили вас с коня. Как будто вы, да, не победитель. А здесь наоборот, теряете что-то. Вот здесь вот утраты какие-то. Сейчас я так посмотрю, с чем у нас связаны ваши утраты. Кто-то, может быть, хотел поехать в отпуск, и не получилось, не сажилось. Здесь кого-то, может быть, даже с работы уволили. Прям вот трудности, сложности, да, рассчитывали, и деньги не дали. Кто-то давал в долг и рассчитывал, что получат. И ощущение такое, что вот как будто бы деньги эти уплыли, потерялись. Здесь какие-то сложности с этим связаны. Хорошо, и на что же вам тогда обратите внимание? Знаете, вам, вот как ни странно, да, карты говорят о том, что вот вам вообще не нужно переживать. Вообще сейчас не нужно ни о чем переживать, а наоборот, нужно как-то успокоиться. Как-то успокоиться. Потому что здесь вот, знаете, это для вас был какой-то урок. Вот здесь вот реально ваша потеря, потеря финансовая, да, вот здесь вот какой-то обман был, мошенничество, что-то такое здесь у вас произошло. Это для вас было каким-то уроком, знаете, чтобы вот через это вы либо специально вас обнуляли, да, через какую-то потерю, чтобы вы как-то начали действовать, двигаться. Либо для вас это должно было быть очень хорошим уроком, чтобы в следующий раз вы поступили как-то иначе. А как именно, а как именно здесь, здесь, знаете, вопрос о договоренности. И чтобы вы были более внимательными, что ли, чтобы вот здесь вот что-то с документами связано. Здесь у меня почему-то идет как-то вот вторая позиция, да, профессиональная сфера. Вот, и опять деньги здесь выходят. Знаете, эта ситуация, она как-то давно идет из прошлого, и она должна была завершиться. И причем здесь не важно, что она завершилась не в... Вот вам кажется, да, что она завершилась не в вашу сторону. Но здесь такое ощущение, что вот через эту ситуацию вы как будто бы отдаете долги. Ну, то есть, отдали, причем у вас забрали это все через финансы, да, забрали как-то финансово, и, ну, вот как будто бы на этом точку поставлена. Да, здесь у вас может даже, вот я же говорю, болезнь проходить. Вот вы очень сильно переживали по этому поводу. Знаете, я не знаю, что у вас здесь за ситуация, но вот у меня такое ощущение, что лучше так. Лучше пускай оно было так, вот как будто бы это во благо. Я не знаю, как можно в этом негативе увидеть что-то позитивное, но здесь карты говорят о том, что это было во благо вам, да. Вам вот нужно успокоиться. Успокоиться, и вот вы действительно в дальнейшем, как-то в будущем, да, вы одержите победу. То есть, вот это вот как-то стало для вас каким-то таким, знаете, серьезным уроком, таким вот прям аж для кого-то ударом, но это сформирует ваш характер. То есть, в дальнейшем вам это будет на пользу. Это как-то повлияет на ваш характер. Может быть, здесь даже как-то, знаете, это будет связано с тем, что вас научат, да, держать какие-то тайны, секреты. Может быть, здесь вы научитесь молчать. Может быть, кому-то что-то сказали. Здесь очень много разных вариантов, да, очень много людей, и вот прям разные ситуации. Но суть их заключается в том, что то, что негативное с вами произошло, это было для вас как будто бы задуманно специальный урок. Здесь задача вынести из всей этой ситуации уроки. Какой урок здесь вы проходили, какой урок вы здесь прошли. Урок обнуления, вот опять, да, знаете, не привязываться. Не привязываться к материи, к людям, к финансам, к деньгам. То есть вас учили. То, к чему вы привязываетесь, оно начинает управлять вами. Вы таким образом теряете себя. И вот здесь вот это вот должно было произойти, чтобы вы, знаете, как-то посмотрели на себя иначе и начали двигаться в том направлении вот именно целостности, да, не привязанности. То есть легко расставаться со всем, что у вас забирает. Не важно, будь то человек, будь то денег, большие суммы здесь могут проходить. Не столь, не столь важно, да, не суть. Здесь суть заключается в том, что вас учили именно не привязываться. Знаете, как-то легко относиться ко всему. Вот такой вот урок у вас был. Вам нужно научиться идти дальше по пути более ответственно, да. Вот вас учили обходить ловушки, вас обучали увидеть какие-то хитрости, да, возможно, в людях. Возможно, знаете, вот где-то вас здесь предали, обманули, и этот обман, он вам был во благо, потому что вот как-то через это вы должны были увидеть, где и каким образом вы себя обманываете. Здесь однозначно ситуация у вас произошла, которая связанная была с уроком. Поищите, поищите, вот какая связка вашей ситуации и уроков. Здесь вот утрата и обмуление, и хитрость, обман. Вот прям должно было это произойти в двоечке. Хорошо, и мы с вами переходим к позиции... Вот поставила на место, да, и я ответила. Позиция номер три, голубенькому камешку. Что-то сегодня так-то, знаете, такое втащение беспокойности. Какой-то вот не могу вот успокоиться, как-то говорится. Что-то мне волнительно, не знаю. Вроде бы нормально было, да я не знаю, кто смотрит сегодня что-то. Здесь какие-то ситуации очень серьёзные, волнительные. Может быть, в месяц такой будет. Хорошо, давайте посмотрим последнюю третью позицию, голубенький камешек. На что вам нужно обратить внимание сейчас? Ой, ну я же говорю, то есть... Здесь какая-то у вас конфликтность на какие-то ссоры, да, что-то у вас здесь горит всё, да, какое-то движение. Возможно, вам нужно обратить внимание на сжигание чего-то прошлого, на какие-то новые возможности. Причём здесь у вас идут процессы по справедливости. Здесь третья позиция тоже, какие-то новые начинания. Новые начинания, хорошее начинание, да, плодородные начинания, изобильные начинания. Это прям, знаете, вот связанные с вашим развитием, с дальнейшим путём. Вот прям очень хорошее, позитивное что-то должно прийти. И такое ощущение, что это будет вам в награду. Но здесь есть ещё и момент, который немножко меня настораживает. То, что я сказала о гоненности. Прям, знаете, какая-то некая спешка. Обращаю ваше внимание на ваше желание, да, на реализацию. Здесь, может быть, вы захотите, чтобы что-то произошло, причём произошло достаточно быстро. Какие-то ваши желания. Вот здесь вот прям Меркурий, да, что-то такое быстрое. И здесь вот может быть какая-то ошибка. Но путь, который вы выбрали, он хороший, он позитивный. Здесь такое ощущение, что вот вам идёт какое-то вознаграждение. Но почему-то вот у меня не остаётся, вот, знаете, вот этот вот осадок, ощущение, что где-то вот вы можете ошибиться. Где-то вы можете ошибиться. С чем это связано? Если вы не послушаете своё сердце. Вот то, куда вы пойдёте, да? А что может быть? А, то есть вы можете... Вы знаете, здесь что может быть? Здесь может быть, что где-то в какой-то момент вы, возможно, передумаете. Передумаете пойти в новое, и это будет вашей ошибкой. Слушайте, то есть, знаете, вот сейчас у вас начался очень активный путь развития. Очень быстро вещи происходят, и в какой-то момент, вот, мне кажется, вы можете испугаться и захотите именно остановить этот процесс своего развития. Но здесь в картах показаны все достаточно позитивные и достаточно скоростные. Здесь такое ощущение, что вот как будто бы что-то запустилось. Хорошо. На что вам нужно обратить внимание здесь в связи с этим? Вот опять две восьмёрки. На общение, на коммуникацию, на движение. Не связывайте себя. Не, знаете, не останавливайте себя. Вот здесь такое ощущение, что как будто бы вы сами себя захотите остановить на этом пути. Здесь у кого-то может быть начало нового союза. начало новых отношений, начало партнёрских отношений, начало дружбы, начало какой-то коммуникации. И вот здесь вот есть такое ощущение, что, возможно, вы испугаетесь этого. Здесь для кого-то могут начаться, знаете, реализовываться ваши желания. Вот прям одно за другим, да, какие-то ваши мечты, какие-то ваши надежды начнут реализовываться. И вот вы можете себя затормозить самостоятельно из-за своих страхов. Что ещё может вас остановить здесь? Знания здесь как будто бы знания. Вот влияние со стороны тоже может быть. Знаете, вот какие-то ваши недоброжелатели. могут вам вот тоже как-то, знаете, что-то нашептать, что-то сказать. И вы как будто бы их послушаете. И усомнитесь в правильности выбранного пути. Или что-то у вас будет. Вот не слушайте. Не слушайте этих людей. Здесь также у вас может быть неуверенность непосредственно. Вот карты абсолютно все позитивные, абсолютно все хорошие карты, говорящие о том, что вот вам пришло время сбора урожая, да. Вот вы как будто бы по заслугам, ну, вот белая полоса у вас начинается. Но вы как будто бы здесь пугаетесь и как-то вот сами останавливаете эту ситуацию, да. Находите там какой-то вот подвох, сомнение, да, там, где нету. Не надо этого делать. Что здесь? Ещё на что обратить внимание? Вот здесь вот какие-то знания, да, здесь на какие-то знания очень ценные. Вот какая-то что-то, что-то вы узнаете очень важное, очень ценное, очень значимое. Вот вам нужно обратить на это внимание. Эта информация придёт, она как-то связана с прошлым, да. Вы долгое время либо ждали её, либо информация шла долго. Вот сейчас вот всё закрутится как-то быстро. Вот обратите внимание на новые знания, на новые знаки, символы, которые к вам придут. И идите своим путём, таким, каким вы выбрали, не останавливайтесь, потому что здесь будут реализовываться ваши желания. Только ваши сомнения, что ещё вас может остановить. Да, вот именно то, что вы будете закрываться. Вам нужно сжечь вот это вот состояние, когда вы уединялись, отдалялись. Здесь наоборот, надо вот как-то вот оставить это позади. Вот пойти в новое. Вы уже идёте правильным путём, да, вот в то новое, о котором мы говорили. Но здесь, что здесь такое, вот прям не могу дать какой-то колоде. Не могу нащупать, что-то здесь есть такое. Вот здесь, понимаете, даже не страхи, а какое-то неверие. Вот вам будет казаться, да, что не может быть так всё хорошо. И вот этим всем вы как будто бы сами себе начинаете перекрывать дорогу. Вот не верите вы на неуверенность здесь. Вот обратите внимание на это. Убирайте свою неуверенность. Бывают такие периоды, когда вот в жизни всё хорошо. И вот в вашей жизни начался этот период белой полосы. И только вы сами можете его затормозить своими бездействиями и какими-то страхами. Они вот непосредственно связаны с новыми начинаниями. Здесь кого-то ожидает новая любовь, кого-то ожидают новые отношения. Либо как-то вот воодушевление, да, вдохновение на что-то новое, да, творчество как-то может пробудиться. Кто-то может испугаться каких-то своих способностей, да, каких-то своих талантов, дары, которые могут кому-то здесь открыться. И вы это испугаетесь. И захотите остаться, ну, с прежним тем, что имеете. Не делайте этого. Вот такая вот у нас была и третья позиция. Не знаю, сегодня очень странно. В странных энергиях, в странных состояниях прошёл расклад. Жду вашей обратной связи. Вот мне она почему-то в этой краске очень важна. Ну, вот бывает такое. Очень много сомнений, очень много вот как-то вот переживаний. Прямо все три позиции переполнены вот этими вот, не знаю, какими-то непонятками. Хорошо, жду вашей обратной связи. Посмотрим, что вы напишите. А я с вами прощаюсь. Напоминаю, что жду вас в четверг на прямом эфире. До новых раскладов. Пока-пока.